В Аймеконском районе активно идут восстановительные работы на размытом участке трассы Колыма. На какой стадии находятся труженики и какие обещают сроки завершения репортаж нашего корреспондента с места событий. Сегодня на месте размыва дорожного полотна уже видны результаты проводимых работ. Мы практически подошли сейчас уже к мосту, сделали работу, прошли 150 метров дамбы. И начали уже отсыпать демполотно. И сегодня мы ступуемся с опорами и со второй бригадой, которая работает у нас на той стороне. То есть у нас отсыпка идет с двух сторон. В ожидании возобновления сквозного проезда по обе стороны реки остаются автомашины и люди. Жалоб с их стороны на нехватку продуктов и воды мы не услышали, но заметно, что все устали от ожидания. На наш вопрос, почему все активизировалось спустя две недели с момента размыва, мы ответа так и не услышали. Спустя две недели привезли воды, спустя две недели построили туалет, спустя две недели привезли еды. Как бы история не очень веселая, но мы ждем, как бы у нас только вперед, ни шагу назад. В этот день узнать о состоянии здоровья ожидающих выезжали медики центральной больницы. Больные с сахарным диабетом, были больные респираторным заболеванием, один был больной с острой болью, была оказана помощь. Очень хочется верить словам начальника управления дороги Колыма. Так как мы подошли уже к береговым опорам, то я так думаю, что в течение четырех суток мы должны эту работу закончить и провести весь транспорт на ту сторону. Естественно, тот транспорт, который на той стороне мы попустим в их направлении. Потом продолжим работать по укреплению дамбы и будем работать по подъемке нас. Светлана Поцелуева, Артур Старостин, МВК Сахар, Уснера.